Уважаемые инвесторы, 2 января 2024 года на экране инвестиционная пара Биткоин Кьюэс Долларом. По данному активу у меня был прогноз синего цвета, я его уже публиковал. В принципе, я так и подразумевал, что захотят здесь все равно в лодку набрать пассажиров. Поэтому я всего лишь навсего этот прогноз пока передвину. То есть прогноз будет оставаться, прогноз остается в силе, я впредь его жду вниз цену. Она уже должна была давным-давно уйти вниз, потому что на это были разворотные модели. То есть там было несколько факторов, где цена уже должна была уйти вниз, откорректироваться. Этого не произошло. Данные прогнозы я удаляю. В принципе, ничего страшного, что это не произошло. Цена имеет право идти против прогнозов, против движений, против там всех каких-то этих. Но тут, конечно, никак не изменить. Просто коррекция будет очень существенной, сильной. Поэтому здесь чем выше будем подниматься, тем сильнее, больнее будет коррекция. То есть, разумеется, люди должны потерять все свои сбережения. И поэтому сейчас нужно запустить такой хайп. То есть на хаях должны люди зайти, и это нормально. То есть от данного момента сейчас трудно прогнозировать, скажем, какой-то рост. Ну, если брать вот прям по часам, на часовом графике, то можно спокойно сказать, что... Так, отсюда. Можно, значит, сказать, что следующий рост может составить до 48 тысяч долларов. Вот, 46 тысяч, но я говорил, что люди любят круглые числа. 45 тысяч, 46 тысяч, 47, 48. То есть, в принципе, здесь что важно? Здесь важно, как себя цена вот сейчас поведет. Здесь, значит, у меня вот тут поддержка сильная, вот здесь поддержка. Поэтому, если произойдет какое-то некое движение, где цена действительно будет биться, вот, расти, то есть она еще раз там, я не знаю, провалится, вернется в свой тренд, да, и дальше начнет расти. То есть, если, и вот здесь уже, когда она пробьет, допустим, протестит, и тогда выше пойдет, ну, тогда можно уже говорить о каком-то росте, вот, в который я не верю. Я его сделаю таким легким серым цветом, вот, ну, просто искусственный рост, все, то есть я не спорю, да, он может пойти вверх, то есть тут можно загнать пассажиров-то, я не знаю, бесконечно можно их загонять. Вот, поэтому, сейчас, нужно, так, куда еще мы можем пойти? Так, 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 ну, в крайнем случае, в крайнем случае, значит... Так, ну, в крайнем случае у нас... Может быть такая картина, да, то есть в крайнем случае у нас может быть вот такая картина. Давайте это я сделаю более такой линией, которую видно. Так, и получается, ну, не знаю, но не верю я, конечно, в этот рост. Он может быть, он может быть, вот, но возможно, 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 у меня еще есть такая вторая идея, то есть, возможно, что он уйдет сюда в течение года. Это есть вот прям, скажем, такая идея, потому что я уже имею представление, что в двадцать четвертом году будет, там будет очень сильные эти, очень такие мощные потери, очень мощные коррекции будут, поэтому, если я это знаю, я сильно переживать не буду, то есть я к рынку отношусь спокойно. Вот, даже если он еще и вырастет, пусть будет там сколько процентов? Двадцать процентов. Ну, ну, лично я такого не делаю, то есть меня такие проценты нервные вообще не интересуют, то есть, ну, вот здесь уже просто вообще-то крышка должна быть, да, далее просто камнем вниз, вот так, вот, поэтому, а вот этот прогноз я рассматриваю вообще как такой, ну, практически невозможный, можно так сказать, сюда подвинуть приблизительно. Вот, поэтому тут по биткоину решать вам, давайте посмотрю, ну, еще, в принципе, можно посмотреть, что тут на этом, на месячном фрейме. Так, на месячном фрейме поглощение отработалось, здесь у нас здесь, здесь рост, ну, в принципе, в принципе, да, есть, есть все варианты пойти вверх до максимального уровня. И затащить уже максимальное количество вкладчиков, да, затащить. Так, ну-ка, что у нас здесь было? Так, поглощение отработалось, поглощение отработалось, а, нет, не отработалось, да, тут отработалось. Так, хорошо, давайте я сейчас посмотрю с этой точки зрения. Так, 4 часа. 4 часа. Ну, это похоже сильно на дивергенцию вот здесь. На 4-часовом фрейме сильно похоже на дивергенцию, поэтому я все-таки склоняюсь вот к синему прогнозу. И все, на этом все. Уважаемые инвесторы, данный прогноз является авторским, а также 100% независимым и не спонсируется компанией, которую я прогнозирую. Канал не предлагает абсолютных решений, а мои прогнозы это всего лишь возможные сценарии. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом к покупке и продаже актива. Если вам нравится формат моих видеопрогнозов, а также вы инвестируете в акции России, США, Гонконга, криптовалюту, металлы и валютные пары, то подписывайтесь на мой канал. Также вы можете подписаться на телеграм-канал, в котором я публикую то, что не публикую на ютуб-канале. Каждому лайку или комментарию буду очень признателен. Всем больших профитов и до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!